Привет всем. Очень приятно быть в Ульяновске. Здесь у вас уже зима, у нас снега нет. Это классно. Скоро Новый год. Меня зовут Алексей Жуков. Я работаю арт-директором в компании Омега-Р. Мы занимаемся разработкой цифровых продуктов, в частности мобильных приложений, поэтому я здесь тоже. Сегодня расскажу вам про сервис-дизайн, его методики и как их использовать в дизайне мобильных приложений. Ну и, возможно, вы поймете, почему здесь у меня лапша под телефоном. Но сначала немножко начнем из примеров из жизни. Представьте себе ситуацию, что вы вызвали такси, и вдруг вам звонит водитель и спрашивает, через какое приложение вы его вызывали. Вы не понимаете ситуацию. Оказывается, у них есть бренд-партнер, и если вы вызывали машину через него, то он к вам не приедет. То есть он начинает угрожать вам, и ехать с этим человеком у вас уже не возникает никакого желания. Или вы, например, бизнес по доставке воды. Вы запустили красивый сайт, удобное приложение, но первый же отзыв на него в AppStory гласит о том, что пока у ваших курьеров не будет сдачи, и мне придется платить по 500 рублей за бутыль, вашим клиентом я не стану, увы. Может быть, вы пользуетесь удобным банковским приложением, вас все устраивает, и тут вам звонит менеджер этого банка и просит оформить новую карту на самых выгодных для вас условиях. Новая карта вам не нужна, вы отказываетесь, но она звонит еще раз и еще, и смс-ки в 3 часа ночи, и косые взгляды жены, и как бы вы уже думаете, а какой еще банк вам не звонил, как бы, может быть, стоит изменить? В чем же проблема? На самом деле цифровой продукт не всегда способен решить задачу бизнеса, если бизнес сам для себя ее не осознает. Чтобы это сделать, бизнесу необходимо учитывать много параметров и в частности клиентский опыт. Что такое клиентский опыт? Это опыт, который получает клиент от любых коммуникаций с брендом. CX, если по-простому, то это UX в рамках бизнеса. То есть это те эмоции, которые получает клиент, насколько ему понятно предложение бизнеса, какой опыт у него останется, какие впечатления останутся, и порекомендует ли он этот бизнес своим друзьям и знакомым. И вернется ли сам. Почему это важно? Потому что в последнее время произошли некоторые трансформации. То есть технологии стали доступнее, и сегодня уже недостаточно создать продукт, который… ну, хорошие продукты, которые все купят. Сегодня мы не покупаем товар, мы покупаем услугу. То есть мы не покупаем бутылку вина, мы покупаем возможность хорошо провести вечер или рабочий день. Мы не покупаем игровую консоль, мы покупаем сегодня целую идеологию. И мы не покупаем автомобиль, мы покупаем имидж. Покупатель тоже трансформировался, теперь это пользователь наших бизнес-услуг. И как любой пользователь, он капризничает, выбирает и требует индивидуального подхода. Этим и занимается, собственно, сервис-дизайн. То есть сервис-дизайн – это проектирование услуги. То есть это разработка бизнес-процессов, социальных процессов, любой коммуникации клиента с вашим брендом. Вообще кто-нибудь знает, что такое сервис-дизайн? Кто-нибудь слышал такие понятия? Поднимите руки. Отлично. Ну, для всех остальных немножко теории. То есть сервис-дизайн, в принципе, довольно успешно используется на рынке в течение уже 20 лет. Три четвертых европейских компаний используют его при построении своих бизнес-моделей. А в Великобритании, например, правительство вообще сделало его, оказывается, можно так громче говорить, да? Сделало его обязательной экспертизой при разработке любых государственных услуг, потому что она считает, что каждый фунт, вложенный в дизайн, возвращается 20 фунтами оборота. Если вы начнете гуглить, что же такое действительно сервис-дизайн, вы наткнетесь, скорее всего, на статью о двух кофейнях, которые одинаковые с виду, у них одинаковое качество напитка, по одной цене, но пользователь почему-то предпочитает пить кофе в одной из них и обходит другую стороной. На вопрос, почему так происходит, статья, к сожалению, ответа не дает. Потом вы, возможно, увидите какие-то забавные ролики, где престарелые такие вот менеджеры в наглаженных рубашках и костюмах строят башни из лапши и скотча. Если вы начнете копать глубже, то вы найдете целые научные труды, написанные практиками сервис-дизайна, где уже, в принципе, можно почерпнуть, из каких составляющих он состоит. То есть это эмпатия или клиентоориентированность, работа в команде, точки контакта, построение CGM, гипотеза их проверка, прототипирование и интерфейс. Поднимите руки, кто-нибудь знает эти понятия? Уже больше, отлично. Я тоже так подумал. То есть мне все это знакомо, я использую это в работе каждый день. В чем же новизна? Давайте немножко разберемся. Задача сервис-дизайна начинается с определения проблемы. К сервис-дизайнерам практически никогда не приходят за разработкой какого-то конкретного продукта. К ним приходят за решением проблемы. И в этом отличие, например, от наших компаний, которые разрабатывают мобильные приложения, сайты там, не знаю, какие-то интеграции. То есть к нам приходит клиент с конкретной задачей за разработкой продукта. К ним приходят за решением проблемы. И это нужно помнить, потому что вам не нужен сайт, приложение, если вы не знаете, зачем оно вам. Сервис-дизайнеры используют в своей практике для обозначения проблемы, например, технологию «Пять почему». Суть ее заключается в том, что они задают бизнесу пять последовательных вопросов, начиная с того, с которым пришел бизнес, и строят остальные на основе ответов на предыдущие. То есть, например, если бизнес приходит с проблемой «У меня слишком большое время обслуживания клиентов». Дизайнеры спрашивают «А почему так происходит?» «Потому что у нас образуются очереди». «А почему у вас образуются очереди?» «Потому что мне, моему продавцу, приходится упаковывать товар прямо на кассе». «А почему так происходит?» И так далее. То есть бизнес открывает через эту технику для себя многие вещи, которые казались ему неочевидными. На самом деле, возможно, именно там скрывается проблема, которую нужно решить. Сервис-дизайнеры, как и мы, работают в команде. То есть мы работаем в команде с разработчиками, общаемся с тестировщиками, с менеджерами проекта, с клиентами. Сервис-дизайнеры подключают в эту команду всех представителей бизнеса, которые непосредственно осуществляют оказание услуги клиентам. и, кроме того, привлекают туда экспертов из различных областей в зависимости от того, какую задачу они хотят решить. Они называют этих людей Т-образными людьми, то есть горизонтальная линия означает широкий кругозор в какой-либо области, ой, широкий кругозор и вертикальная, глубокую экспертную экспертизу в какой-то конкретной спецификации этого человека. Эмпатия и клиентоориентированность на этом строится в принципе само понятие сервис-дизайна, то есть они ставят во главу угла пользователь бизнес-услуги. Они, так как и мы, проводят интервью с клиентами бизнеса, то есть они узнают, чем интересуются клиенты, чем они живут в принципе. И на основе этих интервью они, так как и мы, строят персоны, то есть сегментируют аудиторию и определяют, какую пользу бизнес может принести тому или иному сегменту. Точка контакта одна из основополагающих в сервис-дизайне, чтобы понять, что это такое. Давайте разберем пример. Предположим, человек опаздывает на встречу и он решил вызвать такси. Первое, с чего он начинает, это выбор бренда. Это происходит подсознательно, но всегда происходит. То есть он основывается на рекомендациях, рекламе, возможно, на предыдущих поездках. Наконец, он определяется с выбором, вызывает машину через приложение, смотрит, как она подъезжает, оценивает машину, садится в салон, знакомится с водителем, оценивает манеру езды водителя, общается с ним, если водитель общительный, оплачивает поездку через приложение, прощается с водителем, оставляет или не оставляет отзыв. Кто-нибудь оставляет отзыв в такси. Как много. Молодцы. И в итоге успевает или не успевает на встречу. То есть каждая из этих остановок — это точка контакта. И в каждой точке контакта пользователь получает определенный опыт, на основе которого и складывает мнение об оказанной ему услуге. Сервис-дизайнеры, как и мы, строят CGM. То есть они в каждой точке контакта определяют, что делает пользователь и что он получает. Это основное отличие. То есть они работают через пользователя. Они отвечают на вопросы, что он делает, о чем думает, что чувствует и что получает в каждой из точек контакта. Они не занимаются, как у нас иногда бывает, дизайнер расписывает Customer Journey Map как последовательность действий на том или ином экране. То есть мы хотим написать сообщение, для этого мы нажимаем на иконку там написать сообщение, а вылетает клавиатура, мы нажимаем на кнопки и отправляем сообщение. Это не так немножко работает с сервис-дизайном. Эти сценарии сервис-дизайнеры часто используют на практике, то есть они едут в поля, называется это Safari, потому что так гораздо удобнее следить за клиентом, естественно, среди его питания. Сервис-дизайнеры, как и мы, делают прототипы. Для этого они используют любые подручные средства, бумагу, клей, картон, может быть те же самые лапшу или скотч. Иногда в ход идут фигурки людей, модели машин, домов, в зависимости от того, какую задачу мы хотим решить, потому что, например, мы хотим расширить парковку, спроектировать ее, либо хотим увеличить проходимость в торговом центре. Вот эти задачи как раз решает сервис-дизайн. Эмоции, впечатления очень важны, потому что на основе них пользователь складывает свое мнение и в итоге рекомендует или не рекомендует ваш бизнес. Он вернется сам, приведет друзей и, естественно, для бизнеса это хорошо. Поэтому поощряйте своих пользователей, они это оценят. Надо сказать, что каждая из предыдущих составляющих сервис-дизайна в одиночке не работает, то есть волшебство не получится, если они не работают в системе. И когда они работают в системе, складывается интерфейс услуги, то есть это то, через что пользователь взаимодействует с бизнесом и получает, соответственно, эту услугу. В английском для этого есть даже собственная аббревиатура, at one, там, где A — это actors, то есть работа по ролям, работа в команде, touchpoint с точки контакта, offering — это насколько понятно клиенту предложение бизнеса, needs — это нужды клиента и experience — естественно, опыт, который получает клиент от вашей услуги. Сервис-дизайнеры дают несколько простых советов, которые, в принципе, все здесь, я думаю, знают, но забывать о них не стоит. Это то, что люди любят и что люди не любят. Люди любят внимание, люди любят получать удовольствие, подарки, но не любят сложности, не любят ждать, когда торопятся, не любят спешки, когда находятся в стрессовой ситуации. Люди запомнят положительный опыт, но люди злопамятны, поэтому постарайтесь учесть какие-то тонкие места и вовремя предложить помощь своему пользователю в трудную минуту. В принципе, по сервис-дизайнеру вкратце это все. И нам очень хотелось попробовать применить их в своей работе. То есть, как я уже сказал изначально, обычно мы такими вещами не занимаемся, как разработчики мобильных приложений, и бизнес приходит к нам уже с каким-то готовым для себя решением. Но это решение не всегда возможно верное. И чтобы докопаться до сути, нужно немножко пошире посмотреть. И мы решили попробовать. Мы решили применить эти методики на разработке мобильного приложения, которое пока еще не вышло, поэтому названия у него нет. Я вот здесь вот привел несколько. Тут знаете, как бывает, когда к вам приходят клиенты и говорят, что у меня приложение небольшое, всего 5-6 экранов, вы начинаете проектировать, оказывается, ну не 5-6, а 50-60, например. Это приложение честное, то есть оно реально такое маленькое, у него 5-6 экранов. И из-за этого оно наиболее показательное. Итак, начнем с задачи. В чем заключалась наша задача? Разработать приложение по распознаванию экспонатов охотничьего музея. То есть, в чем суть? Пользователи этого музея приходят в заведение, берут девайсы, которые являются местными, то есть не свои девайсы, наводят на экспонаты и узнают какую-то информацию. Все просто. Работает это по распознаванию фотографий, которые менеджатся в админке, в админ-панели. Первое, что приходит в голову, это какая-то дополненная реальность, скорее всего, будет. Может быть, что-то типа приложения Smartify или Artifact. Ну, вот это вот последнее. По-моему, российское приложение. Кто-нибудь знает его? Нет? Окей. Когда мы начали задумываться, как же это может выглядеть, мы, естественно, сначала представляли себе что-то футуристичное. То есть, какая-то отличная инфографика, парящая в воздухе. Все так красиво. Мечта. Но суровая реальность выглядит немножко иначе. Музей, конечно, большой, то есть у него высота потолков 10 или, может быть, даже больше метров. Но экспонаты висят очень близко. Все достаточно, скажем так, неоткрытый мир, как у мистера Кодзима. И поэтому в реальности это может выглядеть так. Немножко перегружено вы не находите. Сэм тоже с нами согласен. То есть, понимаете, даже при анализе задачи, поверхностном таком, да, мы начинаем размышлять о главном направлении вообще этого приложения. То есть, будет ли это дополненная реальность? Не будет ли это дополненной реальность? Как вообще будет выглядеть это приложение? Теперь давайте попробуем поработать с персонами. Первое, что приходит в голову, скорее всего, пользователи этого приложения — это охотники. Ну, то есть, по большей части, кому может быть интересно прийти в такой музей. И, естественно, у нас были идеи, чтобы сделать видоискатель в виде оптического прицела. Мы начали изучать, какие они бывают, какие у них настройки. Возможно, мы затемним всю остальную область, чтобы он сфокусировался на конкретном животном и почувствовал себя прямо как на охоте. Ну, вот здесь внизу находится кнопочка «Узнать подробнее об этом животном». «Красное» — это маркеры. Ну, чтобы вы знали, потому что на этом экране я буду, в принципе, разбирать. Но на самом деле, пользователи этого приложения не охотники. То есть, они охотники, когда они охотятся в музее. Это гости музея. И, соответственно, они хотят видеть не единственное животное, они хотят увидеть их всех. Зачем затемнять экран? Кроме того, когда мы начали гуглить про прицелы, оказалось, что настоящие охотники не очень-то жалуют все эти дорогущие прицелы с кучей доводок. Не знаю, кто-нибудь тут охотой интересуется, может быть, есть охотники. В общем, они предпочитают более функциональные простые штуки, типа кейдота. Поэтому мы немножко изменили дизайн. Попробуем определить точки контакта. Откуда пользователь может узнать о нашем продукции? Это сайт, либо друзья, может быть, сам хозяин его пригласил. Дальше он приходит в музей, смотрит экспонаты, берет девайсы. Напомню, они местные. Открывает приложение. Но на самом деле это не все. То есть, в принципе, существует несколько точек контакта, которые являются скрытыми, и они тоже влияют на пользовательский опыт. То есть, естественно, приложение — это только клиентская часть. Есть еще админ панель, где генерируется контент. Там работает администратор, там работает фотограф, который делает фотографии. И от их качества работы зависит то, какой пользователь получит опыт. То есть, насколько администратор хорошо справился с задачей создания описания к экспонатам, насколько фотограф правильно взял ракурс, насколько точно расставлены маркеры, из которых идет распознавание экспонатов, каково качество перевода, потому что гостями могут быть зарубежные лица. И вообще сам контент, насколько он интересен, каким языком он написан, и какие воспоминания он оставит у пользователей, порекомендует ли пользователь в итоге это приложение. И вообще этот музей, потому что услуга — это музей, напомню. Я специально отметил приложение красное, потому что обычно мы работаем где-то вот здесь. и как бы как же все это учесть? Ну, никак. Потому что есть некоторые точки контакта, где, как говорится, наши полномочия — все. Но стоит попытаться. Тем более, что на самом деле вот здесь мы сильны в той или иной мере что-то поменять. Теперь давайте попробуем построить CGM. Возьмем, опять же, наш экран с камерой, где происходит основная функция распознавания экспонатов. И попробуем понять, что на этом экране делает пользователь, о чем думает, что чувствует, что получает. Он фокусируется на экспонатах, он думает, какова награда за трофей, он чувствует отрицательную эмоцию раздражения, потому что на экране все мелко, маркеры могут дергаться. Ну, почему, я объясню чуть позже. А также он чувствует приятное удивление от распознавания маркеров, что он получает возможность узнать больше. Теперь немножко подробнее. И напомню, мы делаем выводы. То есть, если пользователь фокусируется на экспонатах, так ли важны маркеры? И кроме того, мы понимаем, что прицел только мешает. Когда он фокусируется на экспонате, о чем он думает? Какова награда за этот трофей? То есть, в этот момент его роль меняется, он уже охотник. И кроме того, мы понимаем, что ему важен какой-то приоритетный контент. Что он чувствует? Он чувствует раздражение, потому что мелко. Да, действительно, потолки высокие, некоторые экспонаты висят достаточно высоко. И, возможно, нам понадобится зум. Маркеры дергаются потому, что для того, чтобы экспонаты распознавались, необходимо порядка 10-20 фотографий. И в каждой из них расставить эти маркеры с абсолютной точностью невозможно. И они дергаются, когда ты ходишь по музею на экране камеры. Поэтому почему бы не дать возможность выключить их? Он чувствует приятное удивление. Мы можем усилить эту эмоцию. Может быть, добавим рингтон или вибрацию во время распознавания. Он хочет узнать больше. Возможно, нам понадобится автоматический переход с этого экрана, так как это целевое действие. И, возможно, нам необходим какой-то информационный блок о проекте. Таким образом мы поменяли дизайн. То есть у нас появилась иконка, ведущая на экран с информацией. У нас появился зум, управление маркерами, а также приоритетный контент. Но это все гипотезы. То есть нам необходимо это проверить. Поэтому мы делаем прототипы. Как и сервер-дизайнеры, мы решили использовать самые простые средства. Мы наклеили стикеры на экран планшета. И определяли, насколько удобно смотреть на такие вот образные, скажем так, экспонаты, когда панель находится в том или ином месте. И мы выяснили, что человеку гораздо удобнее, когда видоискатель, который находится, напомню, по центру, максимально далеко расположен от любых затеняющих, скажем так, изображения элементов. То есть самое удобное расположение этой панели привязанное к правому краю экрана. Когда вот здесь вот он видит все очень четко. В итоге, ну, на телефоне это было еще проще. То есть тут, в принципе, все понятно. Панель привязалась к низу. Также мы поняли, что мы не можем быть уверены, хочет ли он перейти на каждый экспонат. Поэтому мы дали ему возможность сделать это самостоятельно и вернули кнопку подробнее. Вот так вот выглядит на планшете. Ну, естественно, это макеты, потому что, повторюсь, проект еще не закончен, поэтому мало что из того, что вы здесь видите, является настоящими объектами. Но суть не меняется. Затем мы пошли в поля, то есть в нашем сафари стал магазин строительных принадлежностей, нашими экспонатами стали садовые скульптуры. Мы тренировались на них и на самом деле просто подтвердили свои гипотезы, которые были проверены уже на стадии бумажных прототипов. И поэтому здесь мы тестировали только точность распознавания. Эмоции и впечатления. В нашем случае это работа с контентом. Каждому экспонату соответствовало текстовое описание в виде файла PDF, без какой-либо графики, картинок, рисунков, неважно. Но добрый человек разделил его на логические блоки, добавил подзаголовков. То есть мы понимали, что можно поработать с типографикой, а раз уж у нас есть логические блоки, почему бы их не проиллюстрировать. И мы сделали иллюстрации для каждого блока. Ну, здесь надо быть честным. Как бы каждый проект, естественно, ограничен там рамками бюджета, сроками. Поэтому да, мы использовали референсы, но мы их заметно улучшили. Вот слева референс, справа то, что у нас получилось. Мы также сделали инфографику для стран. Напомню, в описании это текстовый параметр. Мы сделали их все. И поэтому, когда администратор выбирает в админке место охоты, картинка подгружается автоматически. Кроме того, мы проиллюстрировали ареалы обитания. К счастью, их оказалось поменьше. Всего 9 штук. Ну, и как бы, если мы говорим о музее охотничьих трофеев, почему бы не дать более аутентичный опыт и сделать кожаные или меховые чехлы для этих девайсов? Например, где вы еще можете подержать планшет, там, iPad в чехле из белого носорога? Подводя итог, можно задать вопросом, ну, получилось ли у нас собрать интерфейс этой услуги? То есть, вылезли ли мы из дизайна мобильных приложений, да? Если вы были внимательны, то заметили, что мы не учли некоторых моментов. То есть, даже в постановке задачи кроется проблема, потому что, ну, как я напомню, к сервис-дизайнеру приходят за решением проблем. К нам пришли уже с готовым как бы решением. Мне нужно приложение. Также у нас был отличный разработчик, отличный дизайнер, отличный PM, но в нашей команде не хватало фотографа, охотника и хотя бы одного пользователя этого музея. Кроме того, я не сказал ни слова практически про админку, хотя это вообще отдельная история, потому что, я напомню, там порядка пяти точек контакта, и там ситуация была гораздо, гораздо больше и интереснее, ну, не интереснее, а, скажем так, сложнее, сложнее, чем в этом приложении. Поэтому, я думаю, когда он закончится, у нас будет не один, а два кейса по нему. Получилось ли у нас создать продукт? Конечно, время покажет, потому что пока он не готов. Но, как минимум, когда вы используете эти методики, у вас получается делать дизайн, который основывается на каком-то выводе. То есть, у ваших действий появляются причины. И если вы, например, посмотрите… Очень-очень быстро вернемся. Нет, повернемся. Ну, давайте хотя бы вот на такой экран, да. Неважно. То, что я показал. Можно ли было собрать этот дизайн без использования сервис-методик? Ну, методик сервис-дизайна. Конечно, можно. Но, если бы вы показали это клиенту в первой итерации, легко ли было бы защитить этот дизайн, обосновать его, если клиент не прошел вместе с вами весь этот путь и не знает, почему были приняты те или иные решения. Вот, в принципе, так и работает сервис-дизайн. То есть, не забывайте, я говорил ранее, что они приглашают в свою команду всех представителей бизнеса, которые так или иначе связаны с предоставлением услуги. Это делается не только для того, чтобы там как-то очень легко продавать свои услуги, да, но и для того, чтобы понимать, как работает бизнес, что ему действительно нужно, кто его пользователь, ну и, собственно, какой опыт им необходим. На этом все.